Нине Обезбаевой было 33 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она трудилась главным бухгалтером в медсанчасти номер 123. Нина Александровна отправилась в зону отчуждения на две недели, помогать вести бухгалтерскую работу и опробовать новые программы в начислении зарплаты медикам. Когда случилась авария, меня от нашего вышестоящей организации попросили, чтобы я туда поехала и вела бухгалтерскую работу. И нас главный бухгалтер медсанчасти 10, из Москвы медсанчасть 119 тоже самое, и нас туда отправили, так сказать, на прорыв. Потому что после аварии все разъехались, эвакуация была, а работа продолжалась в медсанчасти, и нужно было кому-то делать, специалистов не было. И я, в общем-то, мало что понимала, я не медик, и я обрадовалась, что меня выбрали туда и послали как лучшую. Ну и там, в общем-то, что-то делали мы, конечно, насколько могли отчеты, а в основном начисляли медикам заработную плату. И там в тот момент сделали им другие тарифы, когда мы на автобусе и нас везли из Киева. Вот лес сосновый, и одна полоса полностью желтая, как выжжена, а другая полоса стоит зеленая. Вот это было необычно, как-то так, как так можно, вот ровно, прям по эту, как по струночке. Вот питание было, шведский стол очень хорошо, для нас это было необычно. Каждый день, в общем-то, переодевались, ходили в специальных костюмах и работали с утра до вечера. Осваивали вот эти новые программы, в пионерском лагере, в лесу жили, каждый день чистили эти дорожки, мыли, и нам сказали только по ним ходить. Шаг влево, шаг вправо нельзя. Ну, после этого потом какие-то появились заболевания, конечно, но связано оно с этим или не связано, сложно сказать. Я ехала, когда я была замужем, и детей не было. Я даже не подумала об этом, что это может быть опасно. Но вот через три года ребенок родился. Ну, спустя три года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин